О! Съемки! Ой, опять! Здорово! Приветствую! А что делаешь? Ну я тебя жду, мы же тебя всегда ждем, понимаешь? Мы начинаем сюда съемки, тут врываешься всегда ты, я не знаю потом, что с тобой делать. Как выгнать, да? Ну короче, ты не знаешь, что сейчас здесь будет, я просто уже рассказывал, что вчера на заправку заехал, автомобиль заправить свой, инвалидка у меня есть такая, с открытым верхом. Да, и я вдруг подумал, ой, интересно, вот мы же все смотрим на качество бензина, какой там 95-й, 92-й, там дизельное бывает топливо, бывает ослиная моча, как в фильме, помнишь, где там разбавлял бензин ослиной мочой? Вот, я подумал, что заправка очень важная вещь, я подумал, надо мне снять сюжет про салатные заправки, ну ты понимаешь, что она определяет вкус салата. Все, что касается основы, ну салатные листья, разные смеси, да? Девочка моя, что обычно делает? Моя девочка берет масло, моя девочка берет бальзамический уксус, правильно берет, масло раза в три больше, чем уксуса бальзамического, да? Потом девочка делает вот так, ну или девочка может все это, так сказать, взбодрить венчиком. Взбодрила венчиком. Ну, девочка может, конечно, ради понта дать немножко сахару еще, немножко соли, ну чтобы выраженная была заправка. Взбодрить, чтобы соединилась жидкая, такая явная жидкость бальзамик и неявная жидкость растительное масло, оливковое масло. Главное, чтобы она остановилась. Это не плохая история, но ты же знаешь, что расслаиваться будет. И каждый раз тогда нужно взбодривать, и каждый раз очень неравномерно пойдет заправка в салат. Поэтому есть еще один компонент, который как раз превращает все это в устойчивую эмульсию, чтобы не расслаивалась уже. Вот этот компонент называется горчица. И вот как только в заправку вводится немного горчицы, даже меньше, она тут же стабилизирует эмульсию. Она будет как такой крем. И вот эта заправка, она уже не будет расслаиваться, и всегда одинаковый вкус пойдет тебе в салат. Вот одна заправка. Перчик. Это еще одна заправка будет. Дико вкусная. Я сейчас его взбодрю под грилем. В режиме гриля. Максимум? Да, 275. Тены верхние раскалены. И все, то есть только верхний. Да, и моя задача сейчас обуглить его до черноты. Значит, здесь будет немножко попроще. Только теперь пойдет сюда растительное масло. Иное? Попроще. Потому что оливковое здесь лить не надо. Здесь будет такой сильный вкус давать продукт, который в духовке. Ясно. Что оливковое масло потеряется, и совершенно лишнее его давать. Ясно. Уксусная составляющая у нас будет тоже попроще. Это просто белый винный уксус. Тоже примерно треть. От трети до половины. То есть если, допустим, три столовые ложки масла, то одна столовая от одной до полутора столовых ложек уксуса. Потому что знаешь, чем отличается, например... Сейчас покажу тебе что-то, старик. Посмотри вот на эту штуку. Почитай, я в камеру не буду показывать, чтобы не рекламировать. Уксус. Это уксус. Столовый. Спиртовой. Столовый. Так. В нем девять процентов. Девять. Девять процентов, так сказать, кислотности. Да. Да? А вот в этих уксусах, благородных, в бальзамике или в винном уксусе, знаешь сколько? Нет. Шесть. Шесть. Поэтому, когда льешь спиртовой уксус в масло, надо спиртового лить меньше, потому что он сильнее. А этих можно лить чуть больше. Поэтому я говорю от трети до половины по отношению к маслу. А, это кислотностью продиктовано. Кислотностью продиктовано, конечно. Сол. Немножко сахар. И вот теперь сюда пойдет зубочек чеснока. Здесь я уже буду по определенным соображениям работать не венчиком, а блендером. Скажи, когда можно бросать. Бросай. Кира? Ну вот нам нужно какое-то время, чтобы обжечь перцы. Я пока приготовлю базу для салата. Давай. Удобная фигня. Вот взял пакет. Ну да, я согласен. Написано «Валенсия», состав. Мыть не надо. Не надо. Вот есть производители, которых надо мыть. А этот можно не мыть. Значит, я сейчас сделаю какой-то базовый салат. Вот тут я вижу свеколка есть, морковочка есть. Как надо. Меленько так она натерта. Нежно так, да? По-человечески, да. Посмотри, как он красиво сейчас будет вылетать у меня. Так, он пушисто вылетел, да. Хороший салат, воздушный, обсушен, потому что хорошо помыт и обсушен. Это важно, чтобы... Сколько тонкостей. Правильно, на центрифугах обсуживают, чтобы салат был воздушный, не падал на тарелке, чтобы он смотрелся высоко. Потому что салат это мало, а когда он лежит горкой, кажется, что его много. Ну, что мы обычно в салат добавляем? Я здесь ничего нового не скажу. Я могу взять пару помидорок. Сейчас покажу вам лайффак, ребята. Давай. Ну, ты же понимаешь, что вот такие помидорчики обычно режут пополам. Давай с тобой сравним, пока запекается перец, два разреза помидора. Такой тебе срез больше нравится. Вот этот. Этот, конечно. Да. Ты понял, почему? Потому что я разрезал по-разному помидоры. По-разному. Вот так некрасиво смотрится, вот так смотрится красиво. И вот тебе нужно много помидоров нарезать. Ведро, пол ведра, да. Смотри, чтобы каждый раз не дрочить на доске. А теперь вот так. Вот это да. Айда Илья Исаакиевич. Айда Илья Исаакиевич. Айда сукин сын. Вот сразу. Одним движением разрезал, да, сколько тут штук. Ну, я сейчас возьму немножко для салата. Огурцов. Мечтаю так научиться когда-нибудь резать, но мне кажется, я не смогу. Огурчик. Давай я возьму капельку пятен сладкого перца. Немножечко, да. Немного лука. Лука много, но... Знаешь, как не плакать, когда лука очищаешь? А хочешь, скажу. Да. За ухо надо положить. Вот так. Пусочек шелухи. Тогда не будешь плакать. Лук. Салат любит руки. Чистые мужские руки. То есть мешать над руками не ложкой там ничего. Я имею в виду, да, конечно, никакими ложками, да. Это дело святое. Очень воздушно получается. Потому что нельзя его, да, убить, так сказать, давлением. В этой заправке для стабилизации тоже нужна горчица. Горчички. Вынимаю. Уголек. Ты видишь, какой красавчик? Да. Слушай, запах такой, конечно. Вот сейчас я его буду раздевать. Вот, чтобы не ждать. Он, видишь, горячий. В общем-то, вот и все. И теперь смотри, теперь я все это взбодрить должен. Блендером. Потому что здесь надо перец разбить. Ого. Ну, собственно говоря, и чеснок. Вот. Видишь, тоже эмульсия и тоже не расслаивается. Я тебе сейчас дам попробовать его. Сначала сам попробую. Давай. Лучше, чем секс. Обалдеть. Слушай, откуда такой насыщенный вкус? Перец печеный дает вот такой. Перец. И чесночинка чувствуется немного. И чесночинка маленькая, да. Обалденная вещь. Ну, теперь я сейчас сполосну. Вернее, все до капли вылью, потому что жалко. И сейчас третий. Возьмем тоже сейчас масло. Простое. Обычное. Обычное. Я возьму сейчас обычный уксус. Обычное, это яблочное, да? Ну, это белое вино. А, белое. Белый виноградный уксус. Можно яблочный, ты прав, брать. Теперь опять сахарок. Солью аккуратно. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Теперь та же самая горчичка. Пока все то же самое. Пока все то же самое. И вот мой ингредиент. Люблю его очень. Плесневый сыр. Да, я тоже очень люблю. Это будет заправка. Соответственно, сыр с голубой плесень. Не обязательно дорогой, там, горганзол. Не надо дорогой, да. Ну, и здесь, конечно, без блендера не обойтись, потому что нужно опять это сильно все разбить. Тоже очень красиво. Ну, здесь, разве что видишь, весьма густо получилось. Да, консистенция более густая. Это исправляется просто. Масло нужно взять. Нет, чистую воду. А из-за воды не отслоится там ничего? Нет, нет, нет. Чистая вода. Вот так вот раз. А надо вот кипяток или теплый? Я видел, что просто пар идет от воды. Ну, она может горячая была. Любая, да? Но это совершенно не важно, хоть холодная. Давай попробуем вот это. И можно идти спать. По мне, этот лучший. Самый острый, насыщенный вкус у него. Ну, теперь что? Теперь салат. Руками так же, да? Салат руками всегда надо класть, да. Чтобы он был пышным. А то я видел, знаешь, продаются даже какие-то такие щипцы специальные для салата. Нет, ну, это все хорошо. Но видишь, надо класть его и никогда не надо его. Женщины всегда любят с выровнем все придавить. Чтобы побольше. Я им удивляюсь. Они же должны любить, чтобы стояло. Да. Женщины любят, чтобы стояло. А они наоборот, приминают. То она говорит, не останавливайся, почему у тебя вчера не стояло, валялся. А салаты надо обязательно прим... Вот тут противоречие есть. Кладет салат. Противоречие. Вот так мы расположим помидорчики произвольно. Обязательно срезом на себя. Чтобы был виден срез. Опять же, бабы любят всегда вот так положить почему-то помидоры. Срез же красивый. Ну, что можно? Я немного лука сверху дам. Лук. Красный лучок красивенький. Вот. И остается только... И очень важно не заправлять салат сразу. Допустим, у тебя застолье, ты на стол стоишь. Нельзя, потому что он упадет. Поэтому надо, чтобы каждый себе вот отсюда взял в тарелку немножко и тогда заправил. Ну, вот, собственно, видишь, мы сейчас сделали салат и три соуса. И довольно-таки быстро сделали три заправки. Спасибо, шеф. Да, пожалуйста, все, да твой. Подписываемся, ставим лайки. Вот так, смотрите. Гоупро работает, да? Все, видно меня? У вас никуда Гоупро не выводится на телефон? Нет, нет. Хуй, тогда можно говорить Гоупро, да? Да что ж такое-то. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!